Всем привет! Меня зовут Василия Вульяна, я учусь на втором курсе онлайн-магистратуры Высшей школы экономики «Экономический анализ». Также до этого я обучалась на бакалавриате Высшей школы экономики «Экономика и статистика». Сегодня я вам расскажу, какими приложениями в своем ноутбуке я пользуюсь, чтобы было более удобно проходить процесс обучения. Первое, самое важное, особенно на онлайн-программе, это общение как со студентами, так и с преподавателями. Так как мы видимся от силу 2-3 раза в неделю во время семинаров и лекций, очень важно иметь контакт с преподавателем в оставшееся время. Для этого мы чаще всего используем Telegram, потому что большинство в своем студенты имеют данную социальную сеть. Мне очень удобно использовать в Telegram папки, я назвала отдельно папку учебы и закинула туда все свои беседы, связанные с обучением. И также очень удобно отмечать сверху беседы, которые сейчас более актуальны. То есть, например, я сейчас прохожу определенный предмет, и он у меня закреплен в самом верху, чтобы не потерять данную беседу в своих сообщениях. Для того, чтобы вести свои лекции, я использую приложение OneNote. Оно очень удобно как для написания текста самостоятельно, так и для вставок различных фотографий. Также туда очень удобно вставлять различные файлы. Например, когда преподаватель выкладывает на сайт программы уже готовую презентацию, ее очень удобно в PDF-формате вставить в OneDrive и использовать ее в качестве подложки под свои подписи, какие-то записи делать. Кроме того, если вы используете OneDrive на планшете, очень удобно использовать стилус и рисовать различные графики. На компьютере, к сожалению, это не очень удобно делать, но для планшета данный функционал хорошо подойдет. Кроме того, OneDrive удобен тем, что можно открыть лекции на любом устройстве, как на телефоне, так и на компьютере, на планшете, и в любой момент освежить свои знания по какому-то предмету. Или подготовиться к опросу во время семинара. Для того, чтобы совместно с ребятами, с моей образовательной программой делать какие-то проекты, презентации, очень удобно использовать Google Диск. Вот, например, сейчас мы делаем с ребятами документ, в который входит и презентация, и расчет в Excel. И очень удобно, что вы можете одновременно работать, добавлять какие-то комментарии, сразу же обсуждать это все. Как в магистратуре, так и в бакалавриате мне в процессе обучения нужны были различные статистические программы. Я расскажу про три из них, которые я наиболее часто использую. Начнем с самого простого. Это Gretel. Он прост в том, что, во-первых, это единственный стат-пакет из известных мне, который может быть полностью на русском, что очень сильно упрощает жизнь. Кроме того, в отличие от многих других статистических пакетов, в него очень удобно добавлять данные. Просто переносишь файл с данными, например, Excel, и он автоматически все заполняет, и ты можешь спокойно пользоваться функционалом данной программы. Так, сейчас я донажимаю все кнопочки. В Gretel очень удобно также то, что здесь не нужно писать код, как в большинстве программ, например, как Python или другая программа, которую я покажу чуть позже. Здесь все довольно просто находить во вкладках и кнопках данного приложения. Вторую программу, которую бы я хотела показать, это RStudio. Для того, чтобы пользоваться данной программой, необходимо иметь два приложения. Это непосредственно последняя версия R и само приложение RStudio, где как раз-таки и происходит основная работа. Данное приложение выглядит таким образом. Тут есть консоль, где выводятся результаты написанного кода. Также есть панель, где можно писать сам код. И сбоку есть вспомогательные элементы, которые можно убрать или можно оставить, чтобы было удобно пользоваться данной программой. Чем мне нравится эта программа? Честно сказать, большинство своих работ во время бакалавриата и магистратуры сейчас я написала именно в данной статистической программе. Во-первых, потому что у нее более широкий функционал. Кроме того, в этой программе очень удобно сохраняются все предыдущие файлы, которые не нужно отдельно куда-то скапливать в папочку и искать их потом. Чтобы, например, перейти к проекту, который я делала некоторое время назад, мне просто достаточно найти его в верхней панели. Более того, сейчас очень популярны различные языки программирования, в частности, питон. И данная статистическая программа больше всех из тех, которые я пользуюсь, похожа именно на питон. То есть после нее изучение питона будет более легким и понятным. И последняя статистическая программа, которая, честно говоря, сейчас я пользуюсь не так часто, но она важна. Это стата. К счастью, Высшая школа экономики предоставляет бесплатную лицензию. Данное приложение похоже чем-то на предыдущее ART. Тут также есть консоль, где можно писать команды. Здесь есть верхняя часть, где отражаются результаты данных команд. Сбоку есть панель, где Вы можете с легкостью найти команды, которые Вы уже запустили до этого. Очень удобно нажимать, например, на уже запущенную ранее команду, чтобы не писать ее заново. Чтобы мне было легче использовать статистические программы, которые я показала ранее, я иногда использую знания, которые мне предоставили преподаватели во время семинаров или лекций. Но также некоторую информацию можно найти в интернете. Например, очень удобный сайт для поиска правильных шагов для построения кодов в ART. Это Airpubs. Проще всего его найти, просто забив свой запрос в браузере и добавив обязательно в конце ART, чтобы он понял, какую программу необходимо искать. И обычно первый сайт как раз-таки и выходит Airpubs. Когда мы на него переходим, тут есть и немного теории, и также есть, что самое важное, код с пояснениями, что означает та или иная строчка кода. Потому что периодически по набору букв в коде это сложно понять. Кроме того, на этом сайте есть графические представления. Если мы, например, пишем код для построения графика или какой-то диаграммы рассеяния, здесь все будет отражаться и будет видно, как у вас по итогу будет выглядеть ваша работа. На этом все. Надеюсь, что сегодняшние приложения, которые были показаны в данном ролике, помогут будущим студентам успешно проходить все процессы обучения и получать новые полезные знания. Спасибо. 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 Спасибо.